Привет, друзья! Я Камил Ахметов, автор книги «Кино как универсальный язык». Сегодня мы поговорим об инновациях Джорджа Альберта Смита. Режиссер так называемой Брайтонской школы Джордж Альберт Смит использовал инновационные операторские монтажные приемы для повышения выразительности фильмов, уделяя внимание выражению лиц героев или пытаясь управлять эмоциями зрителей. Например, его фильм «Позволь мне снова помечтать» 1900 года использует абсолютно инновационный для первых лет кинематографа прием переход от воображения к реальности. Смит меняет два крупных плана через расфокус и оказывается, что веселая парочка, которую зритель наблюдал первые полминуты, не более чем солн супругов, а реальность в супружеской постели с ночными чепчиками куда скучнее. Идея фильма «Бабушкина лупа» заключалась в том, чтобы удивить зрителя крупным отображением деталей. Под тем предлогом, что юный герой фильма взглядывает разные предметы «Бабушкина лупу», пока сама бабушка занимается вязанием. Смит показывает механизм часов, канарейку, глаз бабушки и кошачью морду, снятую в очень крупном масштабе через круглое каше, которое символизирует поле зрения лупы. При этом Смит впервые применяет прием субъективной камеры. Его камера встает на точку зрения персонажа, в данном случае внука, и смело использует внутриэпизодный монтаж, то есть монтаж внутри сцены через прямую монтажную склейку. Те же приемы Смит использует в картине «Что видно в телескоп». В нем есть история. Герой фильма, старик, подглядывает за молодой парочкой, прогуливающейся на велосипеде и расплачивается за свое подглядывание в финале. В больном котенке 1903 года внутриэпизодный монтаж психологически мотивирован. Мы видим мальчика и девочку, которые играют в доктора и дают лекарства, вероятно, ложку молока, котенку. Детей Смит показывают общим планом, а котенка – крупным, что вызывает однозначную реакцию зрителей. Спасибо за внимание. Увидимся на камил.ру. До скорого!